Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Оксана. Меня зовут Денис. Добрый день. И сегодня мы запишем этот видеоролик по многочисленным вашим просьбам. В последнее время мы очень много получаем комментариев, в которых люди просят, чтобы мы рассказали о себе. О том, как мы приехали в Германию, о том, как мы получили здесь образование, ну и вообще, как мы здесь устроились. В Германию мы приехали в 2000 году из Киргизии, из города Бишкека. В 1999 году, в декабре, мы сыграли свадьбу в городе Бишкек. И через два месяца мы получили Афнау Бишайт, или как разрешение на въезд в Германию. Заявителями были наши родители, и я шел с ними прицепом. В тот момент, когда мы поженились, мы не успели дослать документы на Оксану, так как после свадьбы, до получения Бишайда, у нас прошло два месяца. Такой вопрос, что делать дальше? Либо нам подавать документы как отдельная семья, и мне идти с Оксаной отдельно, делать все заново, подавать документы в БФА, в Bundesverwaltungsant, и идти новой семьей. Что, конечно, могло затянуться на несколько лет. И не факт, что получили бы разрешение, потому что в тот момент было трудно. Надо было сдавать тест на немецкий язык, подтверждать национальность и все такое. И так как наши родители ждали после подачи документов около пяти лет, честно сказать, мы уже тоже думали, что мы не получим. Ну, вот так получилось. И подумав, посоветовавшись, мы решили оставить Оксану там. И я поеду с родителями. Точнее, я тебя отпустила, да? Я поеду с родителями сюда, и потом отсюда уже буду вызывать Оксану. То есть делать документы на воссоединение семьи. Попали мы во Фридланд, как и большинство поздних переселенцев. Про Фридланде мы пробыли, чтобы не обмануть, может, неделю-две. И после Фридланда нас определили в землю Норд-Райен-Вестфален, НРВ. Так как здесь уже жили наши родственники, тети, дяди, мамины, родные, брат и сестра. И мы попросились к ним. Жили они в Дортмунде. И нам, в общем-то, разрешили сюда приехать. Хотя на тот момент Дортмунд был закрытый город и не принимал. Но на дня уже после вызывали. После приезда сюда, конечно, встал вопрос, как вызывать Оксану. Что надо делать. Так как мы многого не знали. По-немецки разговаривали. Можно сказать, вообще не разговаривали. И поэтому не знали, что делать. Обращались к различным имбюраторам. При церквях были. Которые люди помогали. Они советовали нам, что и как делать. В общем-то, был такой единственный путь. Это когда приедешь уже в город, освоишься. Когда оформишь все документы. Подавать новосоединение семьи. И ждать разрешения. Но не знаю, как сейчас. Тогда условия были такие, что тебе нужно устроиться было на работу. Нужно было иметь жилплощадь. И доказать, по крайней мере, показать то, что ты можешь содержать. Свою семью или жену. И тогда дают разрешение. На это, конечно, нужно было долгое время. Чего мы не хотели делать. Ну да. Шпрахкурс сначала надо было закончить. Который длится 5 или 6 месяцев. Полгода шпрахкурс. Затем надо было найти работу. Это мы сейчас знаем. Что работу найти такую, чтобы тебя сразу взяли. И платили тебе так, чтобы ты мог содержать полностью семью. Это довольно-таки непросто. Тем более, если не знаешь немецкого языка. Да. Все упирается в немецкий язык. В общем-то, это ближе, при хорошем раскладе, подходило к году, если не больше. Да. И так получилось, что мы подумали попробовать вызвать Оксану по гостевой визе. Наши хорошие друзья сделали приглашение. И через месяц Оксана прилетела сюда по гостевой визе. Вообще, как бы, те, которые летят, улетели, вернее, или ждут разрешения на постоянное место жительства, на то время в Киргизии был закон, по гостевым визам не выпускали. Это не в Киргизии, а в немецком посольстве. Так как они знали, что мы здесь, и они, наши семьи, имена были у них в компьютере, они не должны были ее выпускать, не должны были давать ей визу. Ну, а так уж получилось. Нас было 40 человек, и визу получили только я и еще одна девочка знакомая. Тоже летела в Германию по гостевому. После того, как Оксана прилетела сюда, мы начали думать, как можно сделать так, чтобы она осталась и не надо было снова лететь. Поначалу мы, конечно, не думали об том, что она здесь навсегда останется, но думали, что мы все равно соберем документы, и она с этими документами полетит назад, оформит там все и сделает. Но когда она прилетела сюда, мы также пообщались с помощниками, бюраторами, которые помогают в этом деле, и они нам посоветовали, как можно сделать так, по крайней мере, попробовать, чтобы не надо было опять лететь домой и через посольство оформлять все документы. Нам посоветовали идти в Ausländeramt, или как по-русски иммиграционное бюро, наверное, там, где принимают всех иностранцев и дают вид на жительство, разрешение и все такое. И там разговаривать уже с людьми, или которые для нас должны этот антракт наш обрабатывать. Такой момент, перед тем, как Оксана приехала сюда по гостевой, мы также узнавали, как я уже сказал, по каким дорогам или по каким причинам она может здесь остаться, и нам также сказали, что есть такая возможность, что если я получу четвертый параграф, так как я приехал как член семьи вместе с родителями, то у меня был седьмой параграф. Седьмой параграф это тоже получает гражданство, как мы знаем, но не полноценно отдельный параграф. И если бы я получил четвертый параграф, как нам сказали, то было бы уже намного проще, и тогда можно было как заявителю мне с четвертым параграфом вывязывать Оксану, и она бы уже сюда сразу приехала по седьмому параграфу. Но для того, чтобы получить параграф, нужно было защитить или сдать экзамен языковой и доказать, что ты действительно немец. Я не знаю, какие-то там были вопросы и все такое. На тот момент по-немецки я разговаривал плохо, можно сказать, вообще не разговаривал. И мы все-таки с моим старшим братом, он полтора года меня старше, решились пойти и попробовать все-таки сдать этот тест на четвертый параграф. Мы подали заявление. Заявление несколько дней рассматривалось, или недель, я уже не помню. И после этого нас вызвали на термин, на запись, по записи, и мы должны были там отвечать на вопросы. И честно сказать, я уже не помню, какие там были вопросы. Многие я, конечно, не понимал, но половина, наверное, точно ответил кое-как по-немецки. И нам сказали, хорошо, идите домой, ждите результата. Прошло несколько дней, может даже неделю, не больше, плюс-минус. И нам пришел положительный ответ. Нам сказали, что вы сдали, мы подтверждаем ваш четвертый параграф. И получили сразу фиртрибин на Усвайсе, такие, где стояло, что у меня четвертый параграф. Но оказалось не так все просто. С этим четвертым параграфом опять же выяснилось, что надо было подавать документы в БФА и через него оформлять приезд Оксаны. То, что нас не устраивало, потому что, опять же, это надо было лететь назад, надо было подавать документы через посольство, надо было ждать какое-то время здесь. И мы знаем, что это длится не быстро, что несколько лет, при хорошем раскладе годик, может два, это все будет длиться. Что мы, конечно, не хотели. Поэтому остался один еще вариант, пойти в Нослендер Амт и там подать заявление на вид на жительство. Так как я муж здесь, Ана Оксана, моя жена, приехала сюда, хоть и по гостевой, но, по крайней мере, она моя жена, а меня уже отсюда выгнать не могли. На тот момент я уже получил Ausweis и, считай, я уже был гражданином Германии. Мы пришли в Auslander Амт узнать, что нам надо сделать, можем ли мы такое вообще сделать, можем ли мы подать заявление на вид на жительство для Оксаны и все такое. И им это очень не понравилось, так как меня не должны были там пропустить, а они меня выпустили. А здесь они не могут просто разбить семью, и поэтому, в общем-то, они согласились и оставили меня здесь сразу на постоянное место жительства. Да, ситуация была, может, конечно, сейчас вспоминаем неприятное, когда мы зашли в этот кабинет, отдали документы все, рассказали свою историю, то мужчина, который должен был это обрабатывать, можно сказать, был в ярости, встал, кинул наши паспорта на стол, начал ругаться, что мы, конечно, не понимали. В итоге мы поняли, что он ругался не на нас, а ругался на посольство Германии, на тех людей, которые пропустили Оксану сюда, и, в общем, сделали свою работу неправильно. И ему ничего не оставалось делать, как принять ее и поставить здесь на учет. В принципе, мы объяснили все, мы сказали, что да, у нас нету средств лететь назад, он это понял, он это выслушал нас, сказал, хорошо, мы поставим антрак, решать будет не он, решать будут выше, и там дальше посмотрим, как и что. Выдал нам временное зелененькую бумажку, постановление на учет, на месяц, по-моему, и сказал, что, или на три месяца, если на три месяца, на три месяца, по-моему, да. У меня была виза на три месяца, но мы пришли через полтора месяца, и как бы то перечеркнулось, и с того времени, как мы пришли, еще продлили на три месяца. И да, он сказал, в течение трех месяцев оно будет рассматриваться, а там посмотрим, разрешат я остаться или нет. Это уже было какое-то облегчение, какой-то шаг, можно так сказать, который позволял нам, можно так выразиться, двигаться дальше. Хотя пришло решение намного раньше, чем через три месяца, не помню, сколько прошло, месяц или чуть больше, когда они прислали документы, что меня здесь оставляют. Да, документы пришли, они дали разрешение и продлили на первый раз на год. В последующее время также продлевалось погоду. Иногда они продлевали на два года разрешения, или как здесь называется, вид на жительство, Aufenthaltserlaubnis. И, в принципе, после того, как они оформили и прописали ее здесь, в Германии, Оксану, тогда уже можно было идти и в социаламт, и в джоб-центр, ставить антраги на поиск работы и на все такое. Тогда уже можно было делать, в принципе, все, что можно людям делать, приехавшим сюда по восьмому параграфу. Как бы, так сказать, у нее получился с того момента восьмой параграф. Хотя у меня уже на тот момент был четвертый. Но с образованием затянулось, так как я почти сразу забеременела, была в положении, и у нас был Дениса младший брат три годика. И, в общем-то, когда родители все ходили на шпрах-курс, я оставалась с ним. Да, так как Оксана забеременела, вся учеба ее сдвинулась. Нам дали, мне и моим родителям, братьям, дали шпрах-курс обучения немецкого языка полгода. Мы ходили, учили язык. Мой шпрах-курс закончился через полгода основной, который нам выдавало государство. И потом стал вопрос, что делать дальше. Та же школа и также биржа труда предложила мне также идти еще дальше, учить язык на следующую ступень. Это B2-C1, по-моему, так как мы закончили полугодичные курсы на B1, и чтобы можно было дальше учиться, где-нибудь мне делать профессию или что-нибудь. На тот момент я еще не знал, что и как буду делать. Предложили еще дополнительно четырехмесячные курсы, усиленного курса изучения языка. Я, конечно, согласился и пошел на эти курсы. Параллельно, как я уже сказал, со мной шел мой брат, старший. Он также ходил со мной на эти курсы, и мы изучали язык. Впоследствии этих курсов четырехмесячных мы немного определились и решили, что мы дальше будем делать. Либо надо было идти делать профессию аутбильдинг или можно было идти дальше учиться. Мы выбрали путь идти дальше учиться, хотя, в принципе, у нас уже были семья. Во время курсов у нас родился первый ребенок, Ник, когда я родился на немецких четырехмесячных курсах. И, в принципе, либо идти работать, либо дальше учиться, мы посовещались, посоветовали и решили, что пойду я дальше еще учиться. Оксана меня в этом поддержала, сидела дома, нянчилась с ребенком еще на тот момент одним. После окончания четырехмесячных курсов мы с братом пошли делать абитур. В Дортмунде выбрали колледж, чтобы нам добрать абитур, в Киргизии я закончил 11 классов, полное среднее образование. Здесь мне его, кстати, засчитали как реальшуль обшлюз, но для того, чтобы пойти, например, дальше учиться в университет, нужно было сделать абитур. И мы решили попробовать. Получится? Хорошо? Не получится? Ну, по крайней мере, мы подучим язык. Эта учеба должна была длиться три года в колледже в Тортмунде. Для тех, кто местный, эта учеба длится два года, а для приезжих, таких как мы, на год дольше, потому что мы там делали дополнительно нагрузку на язык. ну, в общем-то, на удивление, учеба пошла неплохо. И через три года мы закончили этот колледж, получили образование полное среднее, как в Германии называется, альгемальный хокшульрайфе или фольабитур, с которым можно было уже поступать и идти учиться на любую профессию, в любой университет или институт в Германии. Подготовку, в общем, к высшему. Да, и пока мы учились на абитур в колледже, тогда я уже себе выбрал направление, потому что в принципе я всегда хотел работать или делать что-нибудь связанное с автомобилями. И у нас в Дортмунде в институте или точнее сказать, мы поступили после абитура в фаху Шули Дортмунд, по-русски или по-английски называется University of Apple Sins and Arts на сферу машиностроения с наклоном автомобилестроения. Это был еще диплом в студии Анганг или как по-русски это был дипломный курс в Германии после того, как мы поступили на этот дипломный курс, еще был в следующем году один набор на диплом и после этого уже изменили на Бечлера или Бакалавра. Потом со следующего года все, кто поступал в университеты, в институте, в институты, они учились уже на Бакалавра и последующем на Мастера. У нас был диплом, курс диплома и в общем-то учеба длилась наша пять лет. Я затянул ее на год дольше, около шести лет вышла у меня учеба, но в конце концов я сдал и получил диплом инженера в сфере машиностроения с направлением автомобилестроения. И с того момента встал вопрос где и как искать работу. Время было 2009 год, по-моему, и на тот момент мы знаем, что был кризис, многие теряли работу, работу было найти непросто, а тем более свежеиспеченному инженеру без опыта было найти в тот момент работу непросто. Искал я работу в радиусе 50-100 километров от Дортмунда, не хотелось далеко ездить, ну и в общем подавал заявления в различные фирмы, меня приглашали на несколько интервью, на собеседование, но к сожалению они ну или к счастью хотели 5-7 лет, чтобы был стаж. Всем нужен был опыт, всем нужен был стаж и в общем-то не устраивало одно или другое, в общем ничего не получалось. Чтобы не терять время и не делать пробел в своем резюме, так как это не очень хорошо в Германии, когда ты работодателю посылаешь свое резюме и у тебя есть большие пробелы, когда ты не можешь объяснить что ты делал и чем ты занимался, то многие смотрят на это не очень позитивно. Мы решили пойти так же с братом, потому что мы шли с ним почти параллельно все. Пошли делать следующую учебу, чтобы заполнить этот пробел и также выпросили учебу от города, вернее от биржи труда, курсы конструкторов с программой Катия и Проинженер. Мы должны были в течение полгода по-моему изучать эти программы от и до и в принципе потом по окончанию получили бы дипломы. Но так получилось, что параллельно когда я учился, через три месяца мне удалось закончить программу Катия конструкторскую и как я уже сказал параллельно я все равно посылал свои резюме работодателям, искал работу, не останавливался, учился и посылал свои документы. На тот момент видя, что сложновато найти по профессии именно ту работу, которую ты хочешь в том радиусе или близко к месту мы решили искать по всему по всей Германии. Что может быть и очень даже неплохо. На будущее может я советую также людям, которые с этим связаны, если конечно не держат что-нибудь на одном месте искать по всей Германии. Тогда шансы намного увеличиваются и в общем-то первое мое резюме, которое мы отправили в Мюнхен в отдел конструкторских разработок автомобилей БМВ. Мне позвонили оттуда, поговорили со мной по телефону и приглашили на интервью, на разговор. Да, поехали мы в Мюнхен заранее с ночевкой, переночевали там и на следующий день у меня был разговор, интервью, на которое я пошел. Оно прошло очень хорошо, мне понравилось и в принципе будущим работодателям понравилось. Собеседование прошло неплохо, хорошо, можно даже сказать. Работодатели дали такой сразу намек, что в принципе их все устраивают и они были бы не против, чтобы я мог начать как можно скорее. Но ответ также они сразу не дали, потому что надо было все равно посоветоваться с высшим руководством, я не знаю там какие дела. Сказали, мы сообщим, мы позвоним и на этом мы попрощались и уехали в Дортмун. Не прошло наверное дня два или три, они мне позвонили и сказали, что все хорошо. И даже спросили, как скоро я могу начать. Так как меня ничего не держало, я сказал хоть сегодня сразу, поэтому пришлось курсы, на которых я в тот момент учился прервать и начать работать. Его ничего не держало, кроме жены и четверых детей. Да, и это конечно был такой момент, что за 600 километров работа, а семья и дом в Дортмунде как и что. испытательный срок у меня был 6 месяцев и мы думали рискованно брать сразу семью, брать сразу всех, переезжать в Мюнхен, причем тот, кто в Германии живет, знает, как непросто в Мюнхене найти жилье или устроиться и срывать семью сразу, бежать туда. решили, что не будем и мне пришлось полгода ездить в Мюнхен на работу. Я уезжал в воскресенье в обед, где-то после обеда туда и приезжал в пятницу полночи. И такая ситуация длилась полгода, около полгода. Можно поставить и без этого дать медаль. да, но в принципе мы не жалеем, что мы все-таки решились на это по прошествии полгода. Также после, потом брат мой устроился туда, приехал мы с ним. Также ездили полгода вдвоем взад-вперед, у него тоже была семья. Сняли мы в Мюнхене комнату, жили в ней вдвоем полгода. хорошо было так, что комната находилась буквально через дорогу от нашего офиса. Нам утром встать, перейти дорогу и мы были уже в офисе. И через полгода мы нашли квартиры также с нашим братом. Сперва нашел мой брат, также я потом съездил, поговорил с ними и нам дали квартиры. Квартиры были очень хорошие. Нам очень повествовало и так быстро, через полгода буквально нашли такую квартиру. Это была новостройка в новом районе, по-моему, в третьем кольце Мюнхена, если я не ошибаюсь. Но это был Мюнхен и до работы нам буквально было 15 минут на машине ехать. Все было, в принципе, замечательно. Единственный нюанс, конечно, в Мюнхене квартиры стоят очень дорого. За эту квартиру у нас уже была четырехкомнатная квартира, кстати, на тот момент у нас уже было четверо детей. мы переезжали с четырьмя дитями и срывать детей со школы было, в общем-то, тоже не очень хорошо, но рисковать надо было. Не было выбора, либо оставаться здесь и искать дальше работу здесь, в Дортмунде, что безуспешно было. Что могло, конечно, также уменьшаться неуспехом и как бы это все дальше пошло, мы не знаем. Ну, в общем-то, мы всех сорвали и переехали в Мюнхене. И, как я уже сказал, четырехкомнатная квартира, около ста квадратов была на первом этаже с выходом на террасу, с небольшим участком, но, как-никак, эта квартира нам выходила на тот момент, в 2010 году около полторы тысячи евро в месяц. Сумма не маленькая, но и квартира была неплохая. В тот момент, когда мы переезжали в Мюнхен, старший сын уже перешел в гимназию, а второй учился еще в грунтшуле и двое ходили в садик. Переехав в Мюнхен и определив детей в школу, Ник у нас ходил как бы здесь уже пошел в гимназию в шестой класс, по-моему, или в седьмой, в шестой. И когда мы переехали и там его также поставили в шестой, то у нас начались со школой проблемы, так как в Мюнхене образование намного идет сильнее и как бы тяжелее. То есть, мы приехали сюда и мы поняли, что по школьной программе он заново начал ее повторять. там как бы почти на класс идет программа сильней. Лукас у нас пошел как бы в грунтшуле, в детскую школу, а Оливери у нас ходили в садик. И в общем-то были еще нюансы, по которым мы все-таки хотели вернуться назад в Дортмунд. Мы очень скучали по родственникам. Практически на каждой каникулы мы ездили в Дортмунд. Родители наши остались здесь. В принципе, все наши родственники остались в Дортмунде. И дети все время просились в комик, к бабушке, к дедушке. В общем, как только начинались каникулы, мы собирались и уезжали в Дортмун. 600 километров каждый раз туда-сюда ездить это было сложно. По крайней мере для меня это было очень сложно. Ну и как бы одни плюс то, что все равно в Мюнхене жизнь намного дороже, чем у нас. Как бы и вещи, и ну то, что мы платили за квартиру мы отдавали. Я считала, что это очень много. Здесь намного дешевле все. Можно сказать смело в два раза. По крайней мере квартиры в Дортмунде можно было снять аналогичную за половину суммы плюс-минус. И в общем мы хоть и работали, но Денис работал, а мы как бы все-таки поглядывали назад. Думали, ну может быть он сделает какой-то опыт и может получится все-таки когда-то вернуться. Хотя погода, климат, конечно, немного отличался. Там зима была суровей, дети с удовольствием всегда в снегу игрались, чего мне было совсем не на руку. Целый день надо было ездить то в школу, то со школы, то в садик, то с садикой, когда в общем-то снег, гололед. Ну в общем это сложно было для меня. Вот, и поэтому летом было жарче. Летом у нас там было хорошо, рядом было озеро, мы часто очень, наверное, около километра до него было идти. часто ходили и плавать, и купаться, и в общем насчет природы, конечно, в Баварии, в Мюнхене было замечательно. Там красиво, да. Горы 50 километров, 100 километров максимум от нас уже хорошие альпийские горы. Да, мы как-то ездили, было у нас около 30 градусов в Мюнхене возле дома, туда поднялись, а там еще в горах все течет, еще снег тает, сосульки, в общем такой перепад. Мы полюбили альпий, поэтому ездим туда частенько. С тех пор, как мы приехали в Германию, мы всегда мечтали о своем доме. Особенно, когда пошли детки, и надо им бегать, веселиться, а соседям мешаем. И во многих жилых домах в Германии есть тихий час, то есть там с обеда определенная 2-3 часа ты не можешь шуметь совсем никак. В общем, вечером после 8-ми нельзя шуметь, утром чтобы было все тихо. И в общем-то, все это немножко как бы с дитями сложно выдерживать. И поэтому мы все время мечтали о своем доме. И приехав в Мюнхен, мы там немножко как бы вроде Денис работает, все складывается. Мы стали как бы заглядывать так в объявления, чтобы осуществить свою мечту. но на то-то время мы нашли самый дешевый домик около миллиона, да? Если оставаться недалеко от Мюнхена, так как на работу не хотелось ездить далеко, у меня в моем отделе было несколько коллег, которые ездили на работу за 100 с лишним километров каждый день. Туда 100 и обратно 100. За Ингельштадтом жили. И они ездили в Мюнхен. То, конечно, не сильно хотелось каждый день туда и обратно 100 с лишним километров плюс мюнхенские пробки и все такое далеко брать. А близко к Мюнхену в радиусе наверное 50 километров плюс-минус цены на дома почти неподъемные. И вот мы там нашли 1,3 с половиной по-моему сотки всего было участок прилегал к небольшому домику но за миллион это для нас было очень дорого. Мы бы просто не потянули миллион конечно. И поэтому это была тоже очень большая причина мы смотрели все-таки в сторону Дортмунда. Хотя в Дортмунде тоже недешево но относительно Мюнхена конечно было реальным. И находясь в Мюнхене в тот момент мы увидели что в Дортмунде открылся новый участок новое поселение начинают строить где продавали участки. Мы как уже ездили в гости сюда к родителям посмотрели посмотрели эти участки в общем-то место нам очень понравилось и даже еще не зная что и как будет мы зашли на сайт посмотрели выбрали себе участок и зарезервировали его. Резервация стоила 500 евро на полгода если мы в течение полгода не выкупаем этот участок можно было еще раз на полгода продлить за 500 евро и если по истечении года участок мы не выкупаем то наша резервация пропадает и наши деньги которые мы платили в этом за этот год 1000 евро она бы тоже сгорела. Мы так подумали пообщались и сказали на крайний случай потеряем 1000 евро если ничего не получится нет так получится хорошо и на тот момент я также нашел одно место здесь возле дортмунда который тоже по моей профессии тоже инженер инженер конструктор разработчик но только не в сфере автомобилестроения а в сфере поездов шин инфарцоги послал туда свое резюме меня также позвонили на что удивительно так быстро также пригласили на собеседование собеседование прошло успешно через неделю меня позвонили и сказали что я могу начинать если у меня есть желание но так как я там уже работал в Мюнхене по тому фиртрагу или контракту который я там заключил мне надо было еще отработать там три месяца три месяца после того как я уволюсь и поэтому договорившись с этой фирмой здесь что я могу только сама рано через четыре месяца прийти к ним мы начали готовиться к переезду мы выбрали время к Рождеству так чтобы дети сильно не отстали от школы не потеряли учебное время переезд тоже занимает какое-то время в общем мы переехали во время зимних каникул были каникулы и уже оформив детей в эти же школы где они здесь были их уже узнали все учителя в общем мы их определили спустя год опять в эти же классы и как бы и детям был не сильно большой стресс что опять новые школы новые классы так как там все были старые друзья и знакомые учителя вот и на первое время мы переехали к родителям мы у родителей жили пока я искала квартиру Денис вернулся ему надо было в Мюнхене дальше отрабатывать три месяца а я занялась вплотную квартирой искали квартиру подешевле так как мы собирались уже строиться и хотелось немножко сэкономить денег вот нашли мы квартиру не сильно большую довольно таки старенькую но дешевую она была недалеко от школы и садика так что было в общем-то детям очень удобно самим ходить в школу там буквально наверное метров пятьсот было до школы но гимназия правда была подальше но ходил прямой автобус и дети которые ходили в гимназию им было в общем-то не сложно добираться вот и мы вот прожив три месяца после уже Денис потом приехал да и так же мы не начинали с домом до того момента пока у меня на новой фирме не пройдет испытательный срок там тоже у меня был шесть месяцев испытательный срок понятно что нам надо на дом было брать кредит у нас не было денег и чтобы было хотя бы более-менее какая-то надежность мы решили что подождем испытательный срок и потом уже начнем думать или работать в сторону дома ну и как только прошел испытательный срок испытательный срок прошел и с того момента мы начали смотреть что нам нужно для того чтобы построить дом чтобы выкупить участок построить дом и в принципе этот процесс мы начали в конце 2013 года в середине 2014 года в июне мы уже начали стройку уже начали рыть котлован под фундамент и в декабре в январе 2015 года мы уже в конце января мы въехали в дом и с тех пор живем работу конечно в этом доме хватает она наверное никогда не кончится но по крайней мере заняты делом и нам это очень нравится детям свобода нам тоже свобода в общем мы рады впоследствии дети немного подросли все уже перешли в гимназию старший уже закончил гимназию да старший на данный момент закончил гимназию сейчас он учится так же как и я пошел по моим стопам в той же школе в университете и на том же курсе тоже инженер автомобилестроения или машиностроения направление автомобилестроения старший второй сын заканчивает абитур ему еще следующий год и двое младших пока еще в гимназии ну появилось время у Оксаны немного свободное ну да я всегда в общем-то хотела быстрее выучить язык и так как у нас получалось что у меня паузы были совсем небольшие между рождением детей я в общем-то посещала пару курсов но мне этого было мало курсы как-то это одно я вроде заканчивала их хорошо но в то же время когда ты выходишь на улицу понимаешь что оказывается ты практически почти ничего не знаешь да ты грамматику выучиваешь но говорить нужно учиться на улице и поэтому когда у меня уже младший пошел в школу я начала немножко уже как бы заботиться о себе учить язык а также после я подала на гражданство прошла сдала все экзамены языковой интеграцион курс и получила гражданство ну и в общем я закончила языковые курсы но мне этого было очень мало я не могла спокойно общаться с людьми и в общем-то я даже старалась их избегать разговоров потому что не понимала вот после этого я стала ходить на биржу труда и просить какие-то курсы или какую-то учебу чтобы я как-то могла среди людей закреплять язык поэтому я пошла в Арбатзан там просила чтобы мне помогли как бы найти какую-то профессию выучиться я сначала хотела все на продавца думаю вроде как ну женское не очень сложно в общем-то рядом с домом легко найти было но это я так думала на продавца мне не дали образование обучение так как продавцов на то время было очень много причем с образованием уже и меня просто смысла не было заново обучать тем более что они вообще не должны были мне платить как бы это обучение без образования просто ну трудно найти здесь работу хорошую работу вот но муж мне посоветовал пойти на водителя автобуса у нас везде висели объявления даже на остановках что нужны водители автобусов их все время до сегодняшнего дня нехватка вот и я пришла в Арбатзан и предложила как бы им сама учебу что вот висят объявления и нуждаются город водителя и они с удовольствием как бы без всякого отказа мне предложили хорошо давайте попробуем на тот момент они нам оплатили даже воспитателя который будет приглядывать на тот момент что я учусь за маленькими детьми где-то может надо забрать с садика со школы вернее со школы тогда в садик у нас уже не ходил Альвин был младший самый школьник начальной классы вот и в общем-то я пошла на учебу учеба моя длилась 11 месяцев учебу мою также они оплатили тоже учеба вышла около 25 тысяч уже полностью все кстати насчет моей учебы когда я учился в университете и также в колледже я получал бафик или по-русски стипендия и на эту стипендию мы жили дополнительно конечно мне приходилось подрабатывать после учебы вечерами я работал также на фирме как студенческий помощник небольшую сумму там тоже подрабатывал ну и немного помогал также город также как я уже сказал тот момент когда мы заканчивали или я заканчивал учебу брат был со мной нас уже было шестеро и поэтому надо было содержать семью кормить и в принципе моя стипендия плюс подработка и часть доплачивал нам город и на эти деньги мы в принципе выживали ну или не выживали а в принципе хорошо жили единственный нюанс конечно ту стипендию когда я получал которую во время учебы в университете ее нужно будет возвращать на данный момент мы ее уже конечно вернули ну со стипендией здесь конечно отдельная тема ее так просто за 5 минут не расскажешь суть в том что большую часть или не большую часть а меньшую часть того что я получил мне пришлось вернуть нам дают эту стипендию как помощь от государства на прожиточный минимум а то после того как отучился нашел работу и после того как проработал около 3 лет присылает письмо государства что такую такую сумму пожалуйста верни нам на мою сумму вышло 10 тысяч евро которую мне нужно было вернуть и у них там еще есть такой небольшой бонус если ты выплачиваешь эту сумму всю сразу то они скидывают около полторы двух тысяч евро еще минус и в итоге мы вернули около 8 8 с половиной тысяч евро назад я закончила учебу почти через год вот в конце нужно было два месяца практики пройти практика правда неоплачиваемая в большем случае это очень трудно найти где тебе будут платить вот ну отучилась я сделала практику на первое время я осталась в той же фирме где делала практику так как у меня язык был слабый совсем и в общем-то с моим языком я хотела где-то закрепиться там я немножко набралась опыту а уже после через два года я написала новые бивербунги по новым фирмам это было в соседнем городе и в общем-то на дорогу требовалось тоже около часу туда-обратно времени иногда приходилось ездить два раза в день так как динсты были разделены утром и вечером вот а после я нашла в своем городе прям рядом с домом новую фирму где я сейчас и осталась работать работаю на городском линейном автобусе рядом с домом иногда мимо дома езжу дети со мной ездят в школу со школы иногда выпадает ну в общем вот так я и работаю ну в общем такая наша небольшая история вернее история может и большая но мы ее попытались записать коротко так коротко как возможно всех нюансов не расскажешь так просто быстро в одном видео если у вас какие-то будут вопросы конкретные по каким-то темам вы пишите нам в комментарии мы может быть тогда снимем новый видеоролик конкретно на эту тему немножко раскроем ее поподробнее ну а так вроде мы вкратце и все о себе рассказали рады что вы пишете нам спрашиваете смотрите нас что вы с нами досмотрели этот ролик до конца за ваше терпение спасибо за всем за просмотр ну и наверное до новых встреч до новых встреч до новых встреч субтитры